Всем привет! Всех приветствую в новом видео нашей постоянной рубрики. Сейчас я нахожусь в острове Мазовецком. И в предыдущем видео, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Я разгрузился в Макдональдсе. Ну а сейчас у нас тот же день, и я выезжаю уже на загрузку. В итоге мы съездим в еще один короткий рейс. Он будет в Германию. Причем Германию восточную, здесь недалеко от границы. Ну а сейчас мы выдвигаемся на загрузку в Варшаву. Вот я уже и заехал в Варшаву. Очень редко бываешь в центре Варшавы, вообще в самом городе. Обычно быстро проезжаешь насквозь Варшаву. Ну и вообще я не помню, чтобы вообще когда-нибудь грузился в Варшаве. Вот, сейчас мы едем по такой вот набережной, можно сказать. Здесь у нас красивые мосты. Сейчас мы спустимся в туннель. Загрузка у нас практически в центре города. И нам надо где-то найти заправку, потому что с топливом есть определенные проблемы. Потому что у нас уже в красной зоне давно. Но я думаю, что в Варшаве мы должны все-таки найти какую-то заправку здесь местную. По плану у нас сегодня времени осталось не так много рабочего. Загрузиться и выехать в сторону Германии. Я думаю, что проедем мы буквально километров 100-150. Но больше мы вряд ли успеем. Ну а загрузка у нас в довольно интересном месте в D-Cheli. Это у нас служба доставки по Европе, кто не знал. Ну, по-моему, и в СНГ тоже они работают. Ну что ж, заехали. Охрана у нас проверила наши документы. Мы сейчас заезжаем и будем искать нашу рампу, где мы загрузимся. Грузиться мы будем одеждой. И повезем мы ее в Восточную Германию. Чуть позже скажу точно, в какой город. Только что выехал из загрузки. Посмотрите, по каким местам мы едем. Здесь у нас Варшава-Централина. Это какой-то стадион, я так понимаю. Или какой-то ледовый центр. Я не знаю. Кто знает, обязательно напишите. Мы едем по такому бульвару очень интересному. И сейчас мы двигаемся в сторону заправки. Я уже по навигации нашел, где она находится. И там мы зальем топливо. Скорее всего, здесь цена будет в городе чуть выше. Но я думаю, что все равно заправимся хотя бы пару литров. Находимся на заправке Орлен. И вот обратите внимание, что есть только 95-й, 98-й и дизель. 92-го бензина здесь нет. Ну что ж, выехал из замечательного города Варшава. Сейчас мы движемся по второму автобану в направлении Познани. Ну и вообще в направлении Германии. Разгрузка у нас будет одна в городе Галле. Она находится южнее города Берлина. Можно сказать, между Берлином и Магдебургом. Ну а сейчас уже выезжаем на сам главный автобан, автомагистраль. И будем двигаться. Нам проехать еще километров 100 надо. Съезжаем с автобана в направлении даже не знаю какого города. Но суть в том, что здесь находится большое количество стояночных мест бесплатных. И можно остановиться на ночлег. Очень часто заезжаю. Находимся мы возле города Лодь, если я не ошибаюсь. Ну и сейчас мы заедем на стоянку. Покажу где припаркуемся. Ну место довольно интересное. И уже завтра мы доедем до разгрузки без проблем. Потому что ехать нам отсюда километров 600, по-моему. Все, запарковался. Остаемся здесь на паузу 11 часов. Я посмотрел нам ехать буквально 500 километров до разгрузки. Там разгружаемся. Ищем загрузку. И выезжаем назад в сторону Польши. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что ж, всем доброе утро. По Польше я не снимал. Вы видели такую небольшую нарезочку кадров. Особо не было что рассказывать. Просто замечательный второй автобан. Сейчас мы уже заехали в Германию. И до разгрузки нам осталось совсем немного. И по плану нас уже там ждут. Поэтому двигаемся в темпе. Крис на 90. Заезжаем в город Галли. Это довольно небольшой такой городок. Вот мы уже видим заправку со стоянкой. Можно будет, если что, там остановиться. Я уже здесь как-то был. Но не на разгрузки. Я просто останавливался на паузу. Вот здесь вот с древа есть у нас парковка. Ну, я думаю, там будем ждать загрузки. Но сейчас заезжаем на базу. И будем разгружаться. Нас разгрузили. Сейчас заезжаем. Припаркую здесь справа на этой стоянке. И будем ждать, что нам скажут. Скорее всего, загрузка уже будет завтра. Ну, хотя есть шанс, что и сегодня. Он же, конечно, очень маловероятный. Ну, как я и думал, загрузку нашли уже на завтра. Поедем в город Берлин. Поэтому сейчас останавливаемся на паузу. Всем привет. Выехал из города Галли в сторону города Берлина. Там у нас будет загрузка. Сейчас у нас, как видите, такой вот сильный дождь. Ну, двигаемся пока в сторону загрузки. У нас 6 утра. Да, конечно, реально очень сильный дождь. Сильный туман. Видимость очень плохая. Поэтому едем, ну, не сильно спеша. Ну, в принципе, 85. Здесь по автобану можно ехать без проблем. Машин пока что очень мало. Еще рано. Вот. Ну, и здесь, в принципе, по Германии ездить мне нравится. Здесь большие автобаны, широкие. Часто это вот три полосы, как здесь. То есть можешь спокойно и обогнать кого-то. И тебя могут обогнать, если надо. То есть, в этом плане, конечно, отлично. Ну, а сейчас пока движемся в сторону загрузки. Хотелось бы начать новую тему в этом видео и обсудить такой вопрос, как полуприцепы. Ну, точнее, каких полуприцепов вообще не хватает в нашей игре. Вот. Не знаю почему, но SCS пока что не очень занимается добавлением каких-то новых производителей полуприцепов. Да, у нас уже есть и крон, с которым у SCS отличные вообще отношения. Как бы, ну, на лучшие отношения из производителей полуприцепов. Вот. Также у нас есть полуприцепы Schwartz Müller, которые вообще первые появились в игре. Еще до того, как можно было покупать полуприцепы в собственность, они просто появились как производители. И все. На этом у нас как бы все остановилось. Хотя, казалось бы, почему? Потому что у нас еще есть все-таки множество компаний. Тот же Кёгель, например, или Шмидц, это две очень больших компании-производители полуприцепов. Да, еще есть еще много производителей, но они все-таки не такие значимые, как Шмидц и Кёгель. Здесь, конечно, хотелось бы порассуждать с вами в комментариях. Пишите ваше мнение, почему не добавляют. Как по мне, конечно, на разнообразия в этом плане не хватает. Поэтому, да, можно сказать, кстати, что есть модификации, можно использовать моды. Есть отличный мод на полуприцеп Кёгель. Есть много модов на полуприцепы Шмидц. Ну, хотя на шторный полуприцеп вообще ни одного нормального, как по мне, мода еще нет. Никто почему-то не сделал. Вот. Хотя на рефрижераторе много модификаций Шмидц. Ну, есть и рефрижератор Кёгель. Но все-таки одно дело модификация, которую человек должен постоянно адаптировать к новым версиям. Потому что многие моды отваливаются в итоге с новыми патчами. Ну, а другое дело, когда сами разработчики все делают качественно. Пускай и долго, но как бы никуда это из-за грани денется. Поэтому как-то так. Я все-таки еще жду, что ИСС как-то смогут договориться с какой-нибудь из мировых компаний-производителей полуприцепов. Хотелось бы увидеть их в игре. Но пока что не видно никаких в этом плане продвижек. Сейчас уже будем съезжать в направлении Берлина. Дождь у нас не прекращается. Туман у нас тоже очень сильный. Довольно редко, конечно, такое бывает. Ну, интересно. Заезжаем в какой-то небольшой промышленный район города Берлина. Сниже у нас какой-то автобан. Ну, а здесь мы где-то будем искать нашу загрузку. Загрузились мы на Латвию. Но поедем мы только до Польши, до нашей базы. Там уже водитель с нашей компанией довезет. Который на постоянке будет работать на этом грузовике. Ну, а пока двигаемся в сторону границы с Германией. А вот уже и сама граница, на которой я даже не помню, когда в последний раз бывал. Очень редко езжу по этой дороге. Да, поедем мы не по второму автобану. Поедем мы польскими регионалками через город Щецен, Ольштен. Как-то так. За сегодня мы, к сожалению, не успеем доехать до базы. Нам не хватит буквально километров 200 доехать. Где-то остановимся на местном паркинге. Ну и вот главный минус вот этой вот дороги. Это большое скопление машин. Дорога такая узкая довольно. Обогнать здесь довольно тяжело. Заезжаем в какой-то город. Даже не знаю, как читается это название, если честно. Но будут очень интересные места. Особенно ближе к Сувалкам. Будут города там Марлонгова. К примеру, довольно интересные. Будет что посмотреть. Немного в предыдущем городе Россиэлса трафика. А тут, посмотрите, уже поезд обгоняем даже. Товарняк такой идет. Такой, кстати, мост интересный. Не часто такие встречаешь. Вместе с поездами мы едем. Вот. И сейчас у нас очередной польский небольшой городок на нашем пути. Вообще, очень красивые места здесь по дороге встречаются. Справа у нас такое замечательное озеро. Слева заправка. На которую мы сейчас и заедем. И будем здесь где-то уже ночевать. Потому что время у нас уже реально заканчивается. Как-то так остановились. Здесь у нас даже не асфальт, а такая гравейка. Но на самом деле место неплохое. Здесь близи заправка, туалет, все такое. Есть основное. Здесь нам переночевать буквально 9 часов паузы сделать. И завтра с утра мы выдвинемся уже в сторону базы. И рано утром мы будем уже там. Три часа ночи. Мы движемся по польским дорогам замечательным. Ну, местами замечательным. Местами не очень замечательным. Сейчас проезжаем в какой-то очередной небольшой городок. Или вообще поселок. Ну, трафика на самом деле сейчас пускай и ночь. Но люди куда-то все едут. Ну, и мы так же едем. Здесь у нас есть заправка Орлен очередная. И вот мы уже подъезжаем к замечательному городу Марлонгова, о котором я и говорил. Эти места, немного отходя от РП, были в предыдущих версиях промоц переделаны. Поэтому, как вы видите, здесь все сделано довольно-таки качественно, классно. Ну, и сейчас немного посмотрим на этот город. Ну, вот мы катимся по этому городу. Впереди у нас еще будет один такой городок Элк, называется. Небольшой, который тоже переделывали. Ну, а дальше у нас уже Августов и город Сувалки. Ну, они тоже сделаны, на самом деле, очень качественно и классно. Не знаю, нравятся мне такие города почему-то. Прямо проезжаешь. Особенно мы сейчас в такое время едем. Вот у нас магазин Юск. Что-то типа Икеи. Вот. Ну, и выезжаем. У нас стоит знак на Августов, налево. Прямо у нас какие-то тоже небольшие города. Ну, туда у нас дороги нету. Ну, и будем сворачивать. Начинает у нас уже постепенно светать. Уже у нас 3 часа 40 минут. Ну, да, где-то в 4 часа у нас рассвет. Вот. Поэтому катимся здесь. Вообще, отлично дорога. Не знаю, очень нравится мне здесь ездить. Я хоть за все время здесь, может, 2-3 раза ездил. Вот. Но очень прикольно всегда. Вот. Мне меньше нравится промежуток, который... Промежуток этой трассы, который ближе уже к Германии. Там, ну, так себе, если честно, ехать. Вот. А именно здесь уже ближе к свалкам. Уже замечательно. Вот сейчас мы будем даже проезжать по такой вот брусчатке замечательной. Видно старинной. Разве не убирали. Очень прикольно. Мало где вы можете по брусчатке на грузовике покататься. Поэтому всем советую скачать карту промоц. Кто не знал, сейчас я катаюсь чисто по промоцу. Вот. Ну и ссылка вообще на все моды, которые я использую, будет в описании. Ссылки будут. Можете зайти, скачать себе. Вот. Ну, а сейчас уже, да, рассвет у нас полным ходом. И мы уже подъезжаем, скорее всего, к городу Элк. Ну, или пока что это какой-то другой поселок. Вот. Даже не знаю. Да, это этот город. Также у нас заправка Орлен традиционно. Мы все-таки в Польше. Кстати, да. Вот сейчас едем. Практически нет машин. Куда-то все делись. Ну, понятно, еще рано, как бы, и особо никто не едет. Еще все спят. Ну, а мы едем. Конечно, очень красиво. Здесь рассвет. Вопросов нету, конечно. Немного ввел вас в заблуждение. Там был какой-то другой город. Вот у нас город Элк. Начинается он с кругового движения. И вот уже машины начинают выезжать, просыпаться. Потому что уже половина пятого утра. Уже как раз вот время. Здесь мы видим, есть и Макдональдс. Можно заехать. Ну, мы уже едем, естественно, до базы. Вот у нас транспортная инспекция справа. Зеленая машина была. Ну, городок небольшой, но тоже такой колоритный, интересный. До Августова у нас 43 километра. Так что ехать нам осталось совсем немного. От Августова до Сывалок там еще где-то километров 50. Может, чуть-чуть больше. Поэтому в течение трех часов точно мы будем уже на базе. Ну и покидаем этот город совсем такой небольшой. Здесь у нас такой небольшой туман внутренний. Вообще атмосфера замечательная. Уже, можно сказать, подъезжаем к городу Августову. Вот у нас указатель стоит направо. Этот аэрис мы будем уже как бы завершать. Ну и в принципе, да. Наша такая, можно сказать, каденция, вахта пока что завершается на этой скальне замечательной. Скоро вас ждут новые видео. Я думаю, что вам понравится. Будет очень интересно. Мы поедем в очень интересные страны, в которых я никогда не был. Ну вот мы уже и на базе. Сейчас у нас 6 часов утра. Даже раньше мы проехали, чем я планировал. Уже у нас светло. Ну и вот мы доехали на нашу базу. Проехали мы за наш аэйс 6971 километр. За 2 недели. Вот такой вот аэрис у нас получился. Надеюсь, вам понравилась эта серия видео. Скоро вас будет ждать очень интересное продолжение. А пока, вот, просто пишите комментарии. Отвечаю, если что-то интересует. Ссылки на моды в описании. Можете перейти и скачать. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...